Открытость взаимодействия и сотрудничество – вот, пожалуй, главный посыл медиаланча с представителями различных средств массовой информации. Сегодня здесь собрались не только журналисты официальных СМИ, но и блогеры, общественные деятели и активисты. Важных тем для обсуждения, как всегда, предостаточно. Макед Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот вы как оцениваете работу нашего волонтерского движения и не закончится ли работа нашего движения с уходом пандемии? То есть будем так же дерзать, активно работать. Ребята и все, кто были с ними, проявили себя, я сказал бы, даже очень мужественным, потому что все находились во неведении. Многие боялись. А те, кто не боялись, говорили, что это юрда, как-то странно заболели первым. И этот фугас, этот запал, что ковид – это такая выдуманная, чипирование, и много всякой другой ереси, которая лилась и из интернета, и просто у подъезда рассказывается. Поэтому спасибо большое всем тем, кто был с нами, отдавал себя. Действительно, тема волонтерства в этом году особенно актуальна. Более 370 мытищинских волонтеров помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в округе доставили пенсионерам и многодетным более 14 тысяч продуктовых наборов и раздали более 3 тысяч медицинских масок. Посильную помощь оказывали и врачам. Именно они были на передовой. Акция под единым хэштегом «Спасибо врачам» прошла с большой эффективностью. Она встретила отклик у наших читателей и поддержку. Но они люди очень любопытные. Они интересуются, за счет каких средств оказывалась помощь врачам. Действительно, было принципиально поизда за собственные личные средства членов нашей партии. И причем было неважно, сколько. Зашла речь и о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В праздник творческие бригады выехали во дворы к ветеранам, поздравляя их песни и теплыми словами. Члены партии «Единая Россия» также принимали в этом участие. Много новых проектов и акций было организовано по их инициативе в этом году. Поэтому вопросы были связаны именно с этой тематикой. Медиаланч – это новый формат. Я впервые принимаю участие в таком формате общения, когда журналисты, блогеры и мы сидим за одним столом, по большому счету. На чашке чая обсуждаем проблемы, которые волнуют жителей нашего города, волнуют журналистов, как людей неравнодушных, которые находятся на острие всех проблем. Говорили о развитии города, благоустройстве, о перспективах. Жить в Мытище хорошо, а будет еще лучше. Неоднократно во время встречи отмечал Андрей Гореликов. «С теми, кто приехал в Мытище недавно, я говорю, «Ваш никто сюда не заставил?» «Да нет, вы что, мы изучали Химки, Королев, Противопокинцова». «А почему выбрали это? Мытище приехали?» «А нам у вас здесь нравится. Мы же невозможно заставить купить квартиру здесь». «Да, то есть люди, забытищие, ну если можно так выразиться, голосуют рублем. Бизнес развивается так, что если бизнес не зарабатывает, не будет никаких ни квадратных метров, ничего, потому что можно настроить, покупать никто не будет. То есть в целом задача местной власти – создавать комфортные условия». «И самое главное о том, что за каждым словом должно стоять дело, тогда и результат будет». Говорили и наличные темы. К примеру, Андрей Гореликов признался, что не так часто звонит своей маме, как хотелось бы. Обещал рассмотреть предложения блогеров и завести аккаунт в ТикТок. А еще спикеры честно ответили, что не любят смотреть себя по телевизору. Встреча прошла на позитивной ноте, и это отметили все собравшиеся. «Это большой урок и для нас, и умение налаживать общение, и в том числе для нашей партии. Поэтому лично для меня это большой опыт. Я считаю, что опыт в любом случае, как любой опыт, положительный. Мы услышали для себя и новое, и мне кажется, мы должны это развивать, это однозначно. Тем более наш президент Владимир Владимирович Подин подает нам в этом пример, наш губернатор Московской области. Поэтому мы получим сейчас отклики, сделаем какую-то, наверное, работу в том числе и над предложениями. Но мне кажется, формат сегодняшний состоялся, и он получился». В таком формате встреча проходит впервые, но не в последний раз уверены организаторы. Открытые общения и честные ответы – это хороший посыл на будущее. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Матичинский. Спасибо.